Несмотря на то, что минувшая неделя была достаточно богата на события, я начну с события, которые я сгенерировал сам, я говорю о неком опросе, который я проводил в Фейсбуке и ВКонтакте. Отличительная особенность этих двух опросов, которые я результатами объединил вместе, заключается в том, что в Фейсбуке опрос был не анонимным, а в ВКонтакте анонимным. И вот на неанонимный опрос в Фейсбуке люди среагировали значительно хуже, и из этого я делаю вывод, что у нас есть какой-то непонятный страх ответить на вопрос. И это очень странно. А вопрос был, собственно, один. Кто из чиновников, приведенных в списке, а список был достаточно обширный, соответствует, на ваш взгляд, своей должности? Ну, там были почти все чиновники. Намеренно я туда не включил Хабирова, а выбрал только его министров и вице-премьеров. Ну, собственно, во многом результат этого опроса был предсказуем. Андрей Назаров набрал 11% доверия из 100 возможных, и дальше уже его конкуренты, ну, как бы, находятся совсем в районе самого дна. На удивление мое, второе место занял Айбулат Хажин с 4% доверия населения, 2% набрала Ленара Иванова, что тоже я объяснить не могу. И дальше уже есть два участника, это Азат Барданов и Борис Беляев с полутора процентами, и все остальные набрали один и меньше процента, а есть еще персонажи, которые не набрали вообще ни одного голоса. Ну, например, по одному проценту у Александра Сидякина, Максима Забелина и некоторых других министров. Вот подобный уровень доверия правительству Хабирова, конечно, говорит о многом. Чиновник по имени Никто, который был мною внесен в этот список, Никто, Ильдар Наилевич, набрал, собственно, 78%. То есть, этим мы, наверное, объясним ситуацию, что в бюллетнях на голосовании, на любых выборах Российской Федерации отсутствует графа против всех. Если бы она там была, то 78% голосов, наверное, были бы отданы именно против всех. В общем, вот эта вот картина, она четко иллюстрирует состояние правительства на сегодняшний день. Один единственный человек набирает 11% доверия населения, а все остальные там где-то колеблются вокруг одного статистического процента. Это очень плохо и это очень тревожно. Ваши лайки, комментарии и финансовая помощь каналу нам абсолютно и безумно нужны. Для того, чтобы поднимать канал в ротации Ютуба, для того, чтобы большее количество людей увидело наши выпуски, ставьте лайки, комментируйте. Если можете, помогайте каналу финансово. Все это нам очень действительно нужно. 28 января, как и было обещано, состоялось прошлогоднее обращение Ради Хабирова к Госсобранию, ну и, собственно, народу Башкортостана. Честно сказать, я ожидал существенно большего. Отмечая безупречную сценографию и режиссуру этого действия, которое уже второй раз подряд вызывает восторг ценителей всевозможных телешоу, я могу констатировать то, что форма окончательно победила содержание, потому что на самом деле в обращении Хабирова не было ничего, кроме красоты. Там было очень много слезоточивых эпизодов с инвалидами-колясочниками, с ветеранами. Там многие пустили слезу и так далее, и так далее. Но давайте не будем забывать, что глава республики это все-таки не, все еще не Филипп Киркоров. И не просто не Филипп Киркоров, а даже не Элвин Грей, потому что если так пойдет дальше, то, ну, примерно через годик-другой мы увидим Хабирова с перьями на голове, потому что, ну, иначе он не сможет привлечь уже внимание телезрителей. По сути, обращение было абсолютно пустым. А еще оно, например, изобиловало противоречиями. То есть, когда Хабиров рассказывал нам о том, что он будет строить мосты, параллельно с этим на брифинге господин Морзаев, втыкая, видимо, нож в спину своему шефу, сообщил о том, что денег на мосты у нас нет. То есть, тут налицо какая-то некомпетентность референтов, которые писали этот текст. И единственным, повторюсь, достижением этого обращения была, ну, абсолютная, чрезвычайная, абсолютно высококачественная сценография этого всего. То есть, ну, не знаю, насколько вот эта картинка будет достаточно в будущем для населения и для парламентариев, потому что, ну, только красиво это недостаточно. Ну, кроме всего прочего, еще наблюдатели отметили какую-то странную патологию с дыханием у Радия Хабирова. Вот этот вот присвист на вздохе, который повторялся от фрази к фразе, он, как бы, ну, отчетливо был заметен. Несмотря на то, что Радий Фаритович утверждает, что он давно уже переболел или привился, а если привился, то раньше появление вообще всякого спутника ВИИ, очевидно, файзером. Но, тем не менее, у нас появляется некое беспокойство за его здоровье, за его благополучие, ну, и за наше, собственно, будущее. Но самое интересное произошло после выступления, обращения Хабирова к нации. Я имею в виду пресс-подход, на котором неожиданно ради Хабиров, как бы, рассекретил какие-то задумки Белого дома, ну, судя по всему, рассекретил, потому что он внезапно похвалил вот этих вот наших новоявленных националистов Байбулатова и Нурдинова, буквально, ну, только что не упомянул их по фамилиям, но прямо сказал им огромное спасибо за то, что они перехватили либо либеральную повестку. Ну, помимо лютой ненависти у Хабирова к либерализму как к таковому, что, собственно, тоже, наверное, считается какой-то психологической патологией, Хабиров нам явил расшифровкой ситуации о том, что, ну, я теперь уже предполагаю о том, что они задумали эту историю с республикой Бабулатовым и Нурдиновым злонамеренно, чтобы только отобрать у Навального там какую-то инициативу. Честно сказать, это было очень смешно, потому что Хабиров там поблагодарил этих инициативных ребят, которые ему под окна привели 7 тысяч человек, которые требовали Хабиров выходи. И жаль, что Хабиров не вышел к людям, которые к нему обращались с этим требованием. Вот очень нехорошо получилось, очень некрасиво, очень коряво, но мы про республику еще сегодня поговорим. Мы уже говорили о том, что Петербургская прокуратура вынесла определение о незаконности расположения бюста Ахмедзаки Валиди во дворе Санкт-Петербургского университета, и вот 27 января очень оперативно бюст был снесен. На его месте осталась только кучка песка. Куда делся сам бюст, до конца непонятно. Все это вызвало достаточно большой ажиотаж и резонанс в националистической и национальной общественности республики. Примечательно, как на это среагировал Хабиров, который сказал, ну да, что-то такое я слышал. То есть он реагировал так вот, чисто в стиле Пескова, да, то есть не до конца в курсе. На самом деле, конечно, бессовестное вранье, безусловно, справочка на столе уже была точно, что происходило, что произошло. Но Хабиров избрал такую очень осторожную, размытую позицию. Он, видимо, ждет, какие будут сигналы из федерального центра. И это лишний раз подтверждает его, ну, скажем так, несамостоятельность в области национальной политики, его отстраненность от интересов коренного народа республики. Вот эта вот позиция «подождем, что скажут из Кремля», судя по всему, у нас будет хронической ситуацией. Уже из миллиона источников стало известно о том, что штаб Навального, там, федеральный и республиканский заявили новое мероприятие массовое на завтра, на воскресенье. Понятное дело, что это мероприятие будет несогласованным, оно и по определению несогласовано. Ни в коей мере я не призываю на несогласованное мероприятие, это для тех, кто особенно интересуется кем-нибудь, кто призывает. Так вот, я не призываю на это мероприятие, но, тем не менее, не информировать об этом мы не можем. У меня больше, на самом деле, вопросов, чем утверждений по поводу завтрашнего мероприятия Навального. Но первый, главный вопрос, который, наверное, есть у всех, будет ли такая же массовость, как в прошлый раз, 23 января. Второе, действительно ли готовы выйти люди только за Навального, потому что, например, наши национальные движения, они дистанцировались от завтрашней даты и, соответственно, по всей видимости, снизят явку. Придет ли вот эта активная молодежь снова, уже вторые выходные подряд на это мероприятие. Ну и один из главных вопросов, насколько агрессивно будут действовать силовики, вопреки той ситуации, которая была 23 января. Напомню, что 23 января, в принципе, особых репрессий в Уфе не было. Помимо системного задержания всех руководителей штаба Навального, которые предшествовали событиям 23 января на самом митинге, особенно людей не задерживали. Вот мне интересно, как будет завтра, насколько изменится позиция силовиков и вообще, насколько завтрашнее мероприятие будет отличаться от мероприятия 23 января. Примечательно, кстати говоря, и реакция властей на завтрашние мероприятия. Мы помним, как в преддверии 23 января, там, значит, эти вот всякие там школьные истории были, там, в вузах, там, вот эти страшилки, пугалки и прочее, и прочее. Помимо того, что у нас дежурным образом среагировало Министерство образования и несчастные школьники зачем-то в субботу будут учиться, несмотря на то, что мероприятие назначено на воскресенье, у нас случилось некое отличие. Например, у нас на воскресенье назначен Open Air на улице бесплатный концерт Элвина Грея. Я понимаю, что главному бурундуку Республики Башкортостан нужно отрабатывать те 30 миллионов, которые задарил ему друг Радий, но не до такой же степени. В общем-то, принято считать, что от бесплатного концерта в пользу власти один шаг буквально до уже песен в ресторане. То есть, вот такая вот перспектива, видимо, нисколько не пугает Элвина Грея Радика Юльякшина. То есть, вот настолько разменять свою репутацию до того, чтобы вот, ну, вопреки Навальному теперь отплясывать и петь на крыльце какого-нибудь театра, по выходным для него считается как бы вообще не западло. Еще одним отличием от событий 23 января и завтрашнего мероприятия, которое объявлено штабом Навального, является то, что, видимо, в нем не примет участие вот это наше новоявленное движение Республика, которое вызывает все больше и больше вопросов. Лидеры, которого были задержаны и посажены там на 10 суток каждый вот в эту минувшую неделю, особенно театрально и замысловато ловили и сажали Урала Байбулатова, все это выглядело, ну, честное слово, абсолютно неестественно, как какая-то достаточно слабенькая постановка Сибайского драматического театра, вот эти вот там поездки с детьми, вот эти странные приглашения подполковников, потом, значит, какое-то коварное задержание обманом и прочее, прочее, но это вот правда выглядело ужасно неестественно, и все это наводило на очень нехорошие мысли. Но, дабы никого не обидеть, я все-таки собрал в кучу пять возможных версий происхождения движения Республика, чтобы быть, ну, по крайней мере, постараться быть беспристрастным. Анализируя версии происхождения вот этого явления движения Республика, которое, впрочем, пока все еще состоит из двух человек, я постараюсь ответить на два вопроса, почему и зачем. Ну, первой и самой малоправдоподобной версией является то, что эти оба инициатора, Байбулатов и Нурдинов, являются искренне верующими в свое дело революционерами, которые вот собрались свергнуть Хабирова и навести порядок в Республике. Ну, это, как говорится, ха-ха три раза, потому что, ну, глядя на этих ребят, понятно, что это вовсе не идиоты и вовсе не сумасшедшие, которые, ну, могли бы увлечься от подобной идеи. Особенно в пользу этой версии говорит то, что, ну, ребята не выглядят как бы испуганными, они хорошо уверены в том, что с ними будет все в порядке, видно по ним. Назвать их какими-то прирожденными героями у меня не получается, потому что для этого нет никаких оснований, если бы раньше у них был опыт борьбы с кровавым режимом, ну, еще ладно. Там, или хотя бы какой-то тюремный опыт, как у некоторых наших активистов, это тоже, кстати говоря, дает основания полагать о какой-то стойкости и спокойствии. А когда человека, ну, в общем-то, ни разу не замеченного в конфликтах с властями, там, забирают, вяжут и увозят, и он при этом спокоен, как скала, но это наводит на мысль о том, что, в общем-то, о чем-то договорились заранее. Потому вот эту версию о искренних революционерах, на самом деле, я, ну, привожу только в ироническом контексте. Давайте перейдем к другим версиям. Вторая по популярности версия, это версия о том, что сам Белый дом и сама администрация Хабирова в лице, например, Александра Сидякина и господина Кельсинбаева, который был ранее знаком, по крайней мере, с половиной из инициаторов этого движения, организовали всю эту историю в противовес существованию и, ну, для окончательного разгрома БО «Башкорт», который признан экстремистским на всей территории земного шара. Это действительно правдоподобная история. То есть, ну, исходя из технологии противодействия чему-то, наверное, было бы логично организовать самим некое псевдодвижение, которое будет куда-то там в сторонку отводить. Тем более, что Хабиров проговорился о том, что замечательным результатом этого движения был перехват инициативы у либералов, так называемых. Повторюсь, версия о том, что сам же Белый дом породил вот эту республику, вторая по популярности, ну, среди тех, кто вообще что-либо предполагает в этом отношении. Третья версия – это версия о, как бы, силовом происхождении вот этих вот Нурдиновых, Байбулатовых. Она тоже, на самом деле, выглядит достаточно правдоподобной. И речь идет о том, что силовики сами породили вот эту вот, как бы, квази-псевдо-национальную организацию, чтобы, ну, хотя бы, например, выявить желающих поучаствовать в подобных процессах, чтобы взять их на карандаш. Тоже вполне себе технологически годная версия в том смысле, что, ну, в ней хотя бы есть какая-то цель и задача, которую, например, ставит одно из силовых ведомств. Я здесь не берусь утверждать, это МВД или это ФСБ, ну, или они вместе, что случается, кстати говоря, достаточно редко. Но кто-то из них мог реализовать подобную идею, зарядить этих двух парней, более того, ну, обеспечив их уверенностью, вот этой вот странной уверенностью, которая есть в их глазах, о том, что у них все будет нормально, даже несмотря на то, что они там посидят 10 дней, зато будут выглядеть какими-то там, ну, мучениками и борцами. Постепенно продвигаясь в сторону малодостоверных и малоправдоподобных версий, перейдем к версии номер 4. Это гибридная версия, когда инициаторами создания движения Республика были и силовики, и Белый дом. Ну, если честно, Белый дом не был замечен в достаточно серьезном взаимодействии с силовиками, особенно, ну, в таких вот сложных процессах, таких вот комбинациях и операциях, как создание, там, теневое создание какого-то движения, как бы, которое против Белого дома, которое, значит, там, и прочее, и прочее, на самом деле, принесет пользу. Ну, вот это действительно малоправдоподобная версия, особенно учитывая, ну, плохое взаимодействие с силовиками, хотя, теоретически, Барданов и Сагитов вдвоем могли бы договориться с каким-нибудь, там, генералом или полковником, чтобы вот эту историю провернуть. Ну, и пятая, самая малоправдоподобная версия, это некая третья сила. То есть, совершенно посторонняя, нереспубликанская инициатива, исходящая от какого-то, там, предположим, претендента на место главы республики, то есть, человека, который вот при помощи этой, вот этой республики хочет в республику прийти. Ну, вот тут я действительно даю меньше одного процента вероятности, потому что никакой даже Тимирбулат Каримов или еще какие-то темные силы, например, из администрации президента никогда не решатся на подобную дестабилизацию ситуации внутри региона, потому что рано или поздно им за это прилетит. Но, тем не менее, находится некоторое небольшое количество людей, которые подобную версию трактуют. Завершая новости прошедшей недели, упомяну об одном событии в городе, которое, на самом деле, очень странное. Я говорю о назначении нового зама мэра Рустема Халикова, который, ну, собственно, ничем не примечателен, тем, кроме того, что он 18 лет проработал в Башспирте. И в последние годы возглавлял Стерель-Тамакский филиал Башспирта, вот этот Стерель-Тамакский ликеро-водочный завод. Помните, да, что вот совсем недавно туда ездила Уленка Трегубчак и вот там скакала на стеклянном ружье. Я не знаю, результаты были вот этих вот скачек на ружье стало назначение директора ликеро-водочного завода заместителем мэра. Но меня, честно говоря, очень беспокоит интеграция компании Башспирт вообще во все сферы нашей жизни, в том числе и в Уфимскую мэрию. Есть уже такая шутка, что, наверное, Башкортостан нужно переименовывать в Башспиртостан, потому что вот это будет ближе, на самом деле, к реальности, которая нас окружает. Башспирт у нас уже практически везде, он в каждом доме, в каждом холодильнике, в каждом утюге. И теперь у нас уже и в мэрии Уфы тоже. Анонсируя завтрашний 27-й стрим «Открытой политики», уже больше года мы каждое второе воскресенье проводим эти стримы, они все больше и больше набирают популярность. Подключайтесь, задавайте вопросы, помогайте каналу, там есть некая функция. Вот именно на стриме довольно просто и легко пожертвовать нам какие-то средства. Мы особенно охотно отвечаем на платные вопросы, так что подключайтесь, будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!